Алёшки всем, я Квас, и я представляю вашему вниманию мартовские новости. И первый вопрос, это первый день весны. Ура, наконец-то весна пришла! Это упоротая зима, когда утром прохладно, днём жарко, а ночью становится безумно холодно, наконец-то свалит от нас. Хотя, весна ведь тоже может подставить какую-то дичь, и их дать холодным лещам по роже. Ну да ладно, в любом случае, весна это тема. Второй вопрос, и это даже не вопрос, а просто хочу обратить ваше внимание на экран. Там я в одиночестве что-то творю. Пока Фобос спит, я решил в спокойствии без лагов сделать буровик Space Engineer, на котором мы сможем добывать в себе ресурсы для будущего дрона с оружием, для захвата, естественно, баз. Кроме того, я построил гравик-страктор, чтобы камень просто так не залеживался. Мини-парковку запилил. Теперь проблем не должно быть с перекидыванием ресурсов. Так что смотрите и смотрите до конца. А теперь самое интересное, ну или может и нет, что будет дальше? Это у нас третий, кажись, вопрос. Посидел я тут, подумал, прислушался ко всем советам внутреннего голоса. А внутренний голос, он страшный. Послушиваться ни в коем случае нельзя. Потом кашпары всю ночь снятся. Сейчас я пытаюсь угнаться за новинками, причем последнее время это не качественные новинки и при этом высокопюджетные, из-за чего пропускаю много интересных произведений искусства других, менее известных производителей игр. В общем, распыляюсь я не на то. Посему в марте мне необходимо будет немного остановиться, перевести дух и сменить направление. И это не значит, что на канале не будет ничего из свеженького. Оно, конечно, будет, но все будет зависеть только от вас, как часто и будет ли вообще выходить что-либо на канале. Если видео не наберет определенное количество просмотров и лайков, а по ходу дела я буду определять, какое количество необходимо, то игра забрасывается и ищется новое. Нет, конечно, игра не забрасывается. Просто я буду один в нее играть, грустить, схлипывать, думая, почему? Ну почему же она вам не понравилась? Ладно, это все шутка. Поэтому, ребята, активнее, отмечайтесь на канале, в группе, пишите, что нравится, а что нет, оставляйте предложения, на что обратить внимание. Да, то, что я успел записывать еще в январе, все так же будет выходить. А это у нас Мафия 3, Deus Ex и Смотри Собака 2. А как же Space Engineers? Пульсар? Эти игрушки остаются на канале, и будут они до тех пор, пока не будете кричать, хватит, нас тошнит от этой хрени. Пульсар, правда, я пока не записывал, но это не за горами. Дайте только жесткий диск куплю. Так что не переживайте, мучения в богомире продолжаются. Хотя изменения все-таки будут. Фобос станет меньше умирать. Пятый вопрос. Мой ПК. Ранее хотел этот вопрос поднять отдельно, но на фоне играет классная музыка, и я надеюсь, не менее интересный ролик. Так что поехали. Сердцем ПК стал процессор, хотя по идее это мозг, все-таки он им думает. В общем, это Intel i7-4770K. 3,5 ГГц. Почему он? Все просто. Когда начал активно вести канал, потребовал железо, которое быстро будет кодировать видео. У данного процесса есть так называемое интегрированное видеоядро, которое по идее должно работать быстрее связки видеоядро памяти DDR3, чем связка видеоядро EGDDR5. В последнем случае это моя видеокарта. И заметьте, что у процессора памяти 16 ГБ. Это оперативка. А у видяхи всего каких-то 3 ГБ. Для кодирования именно интегрированной графикой необходимо в Sony Vegas или Adobe Premiere воспользоваться технологией QuickSync. Для активной работы мозга и сердца, как я его назвал, нужна стабильная память. Так сказать, в трезвости ума и твердости памяти. В настоящий момент у меня установлены 4 плашки Corsair Vengeance 1600 с таймингами 999-24. В общей сложности 16 ГБ. Честно говоря, даже такого объема не хватает Space Engineers. И подчас игра крашится от малого количества памяти. Чтобы как-то объединить процессор с оперативкой, нужно воспользоваться универсальным средством. Материнская плата или карта, кто как ее называет. Материнка у меня не супер дорогая и здесь две причины. Первая связана с материальной стороной. Сами посудите, процессор на тот момент стоил 25 штук. Плюс набор оперативки и видеокарт. А если брать Asus Maximus или что-то подобное, то это получится даже не половина того, что уже есть. Поэтому по совету друга и парочке обзоров пал выбор на менее дорогую MCI Z97 Gaming 5. Обычно все крутые разработчики железа скидывают на дороговизну стоимость запчастей, которые в свою очередь содержат в себе огромное количество редкоземельных руд и, конечно же, технологии, которые защитят ваш комп от окружающего мира. В последнем случае это скачки напряжения. Однако, судя по тенденции, защита от скачков напряжения есть почти у всех категорий материнок. Ну, кроме разве что откровенно бюджетных. В моем случае мать недорогая, но в ней есть и защита от дурака, соседа сверху, который подключил электрический бойлер, и софт для разгона и увеличения потенциала проц и оператива. Но это вторая причина. Что ж, давайте перейдем, пожалуй, к видеокарте. У меня это GeForce GTX 780 без приставки Ti на 3 гигабайта GDDR5. Ранее у меня был 260-й жираф. Как видите, достаточно сильный скачок в сторону. И по количеству перепрыгнутых родственников, и по уровню. Если бы не требование современных игр к объему видеопамяти, я бы и не стал париться с покупкой новой. Мой жираф стандартный, насколько это вообще возможно, от компании Nvidia. Ранее покупал Asus, но дороговато получается чуть ли не в полтора раза от номинала. Да нафиг надо. Значится, немного квази-теории. 260-й жираф внес на борту 890 с копейками мегабайт. Однако шина была в ширину 448 бит. Это офигенно много, и сейчас вы такую не встретите. Но только у двух в головах видях. У моей нынешней 384 бита. Но там шина не удваивается, а она наоборот разделена на две головы. В общем, фигня. Зачем вообще нужна широкая шина? Для того, чтобы быстрее заполнить и опустошить вашу видеопамять. Если она худая как дрыщ, то лаги в играх обеспечены, даже если память и выше крыши. Для примера возьмем две бутылки. На 2 литра и на пол-литра. Акваминераль. Если обе бутылки опустить в бочку, то первая заполнится так, что с меньшим объемом. А теперь второй вариант. Берем бутылку из-под чая Нести, литра на полтора, и все, ту же пол-литровую от простой воды. Вскоре заполнение будет почти на одном уровне. Да, тут просыпаются хейтеры и кричат, что все это фигня, есть же частота работы. Она от года в год растет. Согласен полностью. Однако узкое горлышко все равно будет мешать, даже если в бутылку засунете шланг от насоса. Ведь по шине передаются данные не только в видеопамять, но и обратно. Да, конечно, все это архаизм и новая память позволяет обрабатывать потоки данных быстрее, все из-за той же частоты, скорости работы и тупо новых технологий. И моя теория может показаться неверной. Однако проследите историю развития все того же ПК. Сначала была огромная машина, потом ее уменьшили, и при ее микроразмерах количество выполняемых задач увеличили. А потом опять начали увеличивать, чтобы потом сжать. Походу работает по принципу дефрегментации и архивирования. Именно из-за этого принципа я долго выбирал себе видеокарту. Но ничего дельного так и не вышло. Естественно, по моим финансам. И пока, пока я не пожалел. И да, на тот момент у нее была ширше шина, чем у остальных. Ей уже почти 4 года, и она все еще пашет как следует. Менять пока все равно не на что. Еще раз повторюсь, это квази-теория. Советую погуглить приставку квази. Какую смысловую нагрузку она несет. Пятое. Звук. Так как я люблю и громко музыку послушать, и погонять в тишине, у меня должно быть две звуковых карты. Одна встроенная в мать, про нее особо ничего и не скажешь, качает. 500 ваттные колонки качают. Вторая карта у меня внешняя. Когда покупал мать, не предусмотрел удобного разъема под PCI, который требуется для Creative, Sound Blaster, X-Fi, Extreme, Gamer, Fatality, в разработке которой участвовал геймер с одноименным Нигом. Недолго думая, взял другую шнягу. Asus Xonar U7 Echelon Edition. Крутая раскраска. Звук держит хорошо, в настройке много не требует, но можно было взять и подешевле, и обычную версию. Раз заговорили о звуке, то стоит упомянуть и через что я разговариваю с вами, и чем слушаю. Первый это наушники. Семиканальный Razer 7.1 Tiamat. В свое время существовало два варианта этих наушников. С USB и двумя штекерами, или с USB и пятью штекерами. Разница в том, что в первом случае, семиканальный звук виртуализировался с помощью софта. В другом случае, семиканальный звук был дискретным, то есть аппаратным. В моем случае, это второе, так как у меня уже были наушники с живыми драйверами, и мне это больше подошло, чем с виртуальными. Микрофон так себе. Вы можете услышать мой голос через них в игре Lifeless Planet, а именно в последнем видео. И начиная с этого периода, звук писался именно на этот микрофон. Честно говоря, за эти деньги микро мог бы быть и поинтереснее. Теперь перейдем к микрофону, которым я записываю голос сейчас. Это Самсон Метеор. Офигенный минчик, и сложно найти еще такой. Минус в том, что он улавливает абсолютно все, что творится в доме. Путем долгих настроек смог его заставить ловить звук только моего голоса, но внимательные подписчики наверняка слышали что-то еще. Пока я молчу, микро скучает и ловит чужеродный звук. Работает это USB, питалого отдельного нет, так что можно и снова это писать. Есть дырка под наушники, но функция для меня бесполезная. Таким образом можно слышать, как ты записываешь свой собственный голос. От звука перейдем к тому, где что хранится у меня. В настоящий момент у меня три жестких диска и один SSD. Начнем с последнего. SSD я уже покупал, у меня был OCS Vertex на 250 гигабайт, и он прожил ровно год. Знал, на что иду, однако потерянные файлы было все-таки жалко. Даже с учетом сегодняшних технологий, качество SSD оставляет желать лучшего. И все-таки, после первого раза я купил второй раз SSD. Он реально быстрее работает. В этот раз я доверился компании Samsung, взял 850 EVO на 120 гигабайт. В два раза меньше объем, но качество-то лучше. Уже больше года работает. Основной проблемой таких дисков, хотя лучше называть их накопителями на флеш-памяти, это то, что они быстро перегорают. Чем больше ты перезаписываешь на них данные, тем быстрее дохнут. Чего нельзя сказать о классических жестких дисках, хотя они медленные. Сейчас на моем флеш-диске стоит винда и софт. Игры не ставлю, хотя если поставить игры, игры просто летают. За это время было потрачено 4% жизни SSD диска. Это мне говорит официальная софтина от Samsung. Тогда как OCS просто сдох. Просто комп не нашел такой диск и все. Когда отметка станет критичной, то я куплю новый SSD. Как вы понимаете, места для ютубера на жестком диске много не бывает. В моем случае у меня целых 3 диска. Один для игр на терабайт, для установленных игр. Один для мультимедиа, кинцо, музыка, фото на 750 гигабайт. И просто мусорка еще на 750 гигабайт. И этого мне уже не хватает. И пока исправить это не могу. Все это богатство, кроме наушников, колонок, микрофона с внешней звуковухой, у меня стоит в корпусе Corsair Obsidian 900D. Огромная дура, которая в пустом виде весит все добрые 20 килограмм. Уже в процессе использования пришел к выводу, что это непрактичный корпус. Его два больших плюса. Он большой и холодный. Причем первый это еще и минус. Под стол такую шнягу не поставишь. На стол тоже. Перенести в другую комнату невозможно. Нет удобных ручек, да и колесики не предусмотрены. Не то, что термалтейк тайчи, который был ранее. Вот, кстати, сравнение старого и нового корпуса. Все это питается через блок питания Aerocool Strike X 1100W. Он, как и корпус, покупался на вырост. Корпус для больших кулеров и видеокарт, BP для мощных проццев и видеокарт. Это все, что касается железа под столом. Если вам интересен монитор, то вот он. Dell U2410. Его сложно назвать игровым, так как у него стоит IPS-матрица, а она, как известно, имеет больший отклик, чем геймерская Т. Матрица, кстати, была произведена компанией Sharp, а у них очень крутые модники получаются. Однако, качество картинки IPS и TN отличаются разительно, и менять будущим на ТН-ку не собираюсь. Разрешение тоже нестандартное. 1920 на 1200. Поэтому на некоторых моих видео картинка либо мылила, либо не попищалась полностью в экран на YouTube-плеере. Позже я обзавелся новым софтом, и эту проблему решил раз и навсегда. Раз затронули монитор, то еще и парочка ништяков в добивку. Мышка. Mad Cat's More 7. Прикол мышки в том, что ее вес и размер можно менять и подстраивать под руку. Ранее брал беспроводную точно такую же, но она слишком быстро разряжалась. Взял проводную и все ровно. Правда, я долго привыкал к ней. До этого была древняя Logitech MX-1000, первая беспроводная лазерная мышь. И ее меняет ни на что не хотел вообще. 10 лет прослужила и до сих пор работает. Надо ее в пакетик-то в сейф положить. Новую мышку удобная стала через неделю использования. Теперь не оторваться. Один минус, слабая софтовая поддержка. Именно для нее. Остальные-то хорошо работают. Не знаю в чем проблема, но это так. Клавиатура. Были и суперкрутые, и суперслабые 100 рублей белые офисные нонейм. Но это, что сейчас меня всем устраивает. Logitech G103. Хотя у предыдущих был экран, на который можно было вывести информационные сообщения, типа кто Ваську написал или скайп стучится. Но это, честно говоря, отвлекало. Смена клавы мне предстоит еще. Но только когда я эту заляпаю конкретно. А пока все ровно. Драйвера у Logitech все универсальны. Так что совсем не обязательно искать свою модельку. Вот и я добрался до конца. Как вы могли заметить, я все-таки построил буровик. Достаточно мелкий, удобный, маложирующий энергию и производительный. Вот только проблема. Как его назвать-то? Были разные варианты, но я так ничего и не придумал. Поэтому, ребята, давайте соберемся в группе или прямо здесь, под подкастом, и примем решение, как назовем буровик. И чтобы не потерять его раньше времени, в названии так и будет три вопросительных знака. На этом все. Мартовский подкаст можно считать оконченным. Попытался впихнуть в него все, что смог. Не забывайте заходить в группу, подписываться на канал и забегать на сайтец. Добрых дней и приятных ночей!